Здесь у нас разбавитель домастной краски. Кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белила. Здесь очень много рыжего цвета. Рыжий более уязвим, чем синий, чем чернявый. Поэтому начнем с него. Полностью избавимся от белого вот этими рыжими оттенками. То в пользу розового, то в пользу желтого, то плюс белила. Достаточно вязко. Вот такое, примерно, количество вещества. По всему холсту полностью избавиться, хорошо? Можно вот так вот, как цветочек из этого положения, и так, и одной стороной, и другой стороной. Можно сбрасывать краску из положения, как цветочек. Нормалечечек. Ага. Значит, сейчас возьмем кричащую белизну. И нашвыряем с желтым. Желтый, если что, поддавливай. Вот он, желтый. Беливый, если что, поддавливай. У нас ниже середины, выше середины, проходит вот то настроение дальника. Швырнуло белизну рвано. И как бы рисуя множество. Ты видишь, я уже что-то себе там обозначил. Будет у нас кисть. Будет. Нет, а вопрос, почему это так делается? Мастихин очень дурашливо и игриво умеет эти вещи раздавать. Кисть сразу начинает аккуратничать, деликатничать. А мастихин надурачится глазом не моргнет. Ладно? Тем более я подозреваю, что очень многое было сделано мастихином. В том числе, например, вот эти звучики уходящих в перспективу кусочков. Скорее всего, были сделаны по вот такой технологии. Толкнуто. Согласись, кисть легко на это не пойдет. То есть она может чирк дать, но он не так адаптируется в среду. А этот сразу адаптируется. Ты посмотри, что делать. Мало того, у вот такого звучания, звучание раздавленной краски более сиятельно. А там есть сиятельный мотив. Именно сиятельность. Вот смотри еще раз, как сияет раздавленный мазок. Буквально сияет. Правда? Да. Кисть все-таки дает рыхлятину. И эта рыхлятина не хочет, не захочет так сиять. Черноту тоже. Ты будешь брать коричневый, синий. И создашь настроение вот этих чернот. Если масло на хлеб мазало, будет, по идее, легко. Да, смотри. То же самое, как масло на хлеб, только с большим количеством вещества. Нагловатое. Щупай. Наглее. Хорошо? Хотя характер правильный. Розовый-голубой даст более чернявый характер пятно. Согласна, да? Ну да. И, кстати, смотри, как хорошо прозвучала густая краска. Чуть сиреневилку, да? Угу. Причем, смотри, если мы это вычитаем, у нас есть фоновая подкладка, которая может... Ну, вот здесь у нас желтота, причем вот такого взбитого характера. Кудрявого, взбитого. Здесь у нас не съедай все белым. Там же есть и рыжие проявления. То есть белый, вот большой остров, то есть с желтотой. Зайдешь с желтотой и немножко собьешь это. Слишком много белого. Здесь же уже не белый, здесь же уже с желтинкой. С желтиночкой. Посмотри. То есть белый каркас, вот он сидит. В центре. Вот там пускай сидит. Давай в таком ключе. А дальше что делать? Ну, вот это я. Ну, цвет поменять. Продолжать наполнять содержанием. То есть все по цветам дальше делать, да? Чуть какие-то, звучики. Старайся не повторять каждый мазочек, а повторять идею. Есть еще одна очень важная здесь затея. Это заслоненность. Посмотри, вот пальцы заслонены, да? Здесь темно, здесь светло. Здесь темно, здесь светло. И идет эффект удаленности в перспективу. Вот этот эффект удаленности, он очень выражен. Вот здесь. Прямо ступени, да? Ступени ухода. Вот эта линия приглашает. Вот эта заслоненность. Она заслонила эту. Этот заслонил это. А здесь так и вовсе. То есть заслоненности показать. Черноты эти подбросить уже. Пусть каркас картины схватит. Так, это ваша ноги? Нет, нет. Смотри, ты согласна, что там плотное звучание этой тональности? Нет, это я. Смотри, плотное звучание вот той тональности. То есть смуглое место. Все место, в принципе, смуглое. Плюс еще и перебито чернявейшим стволом. Есть там такое, да? Чернявейшим. Боялось, сколько черного. Из-за теневой которого рвется свет. Ой, сколько краски уже натолкнуло. Так, значит, смотри. Сбреешь. Красиво. Красиво. И теперь более деликатно, более штриховательно, вот так, будешь наполнять те места, которые требуют уточнения. Хорошо? Потому что очень много краски, совершенно без попытки повторить тот звук, которые там. Есть там такая кругленькость, правда? Кругленькость, вот такая, запятулечная. То есть это цветки с их кругляшками, а не то, что там было дровяное. по возможности не все так безбожно бомбить густотой, где-то сохранять вот этот характер малого количества. в сочетании с густым прозвучало. А когда только густота, уже не звучит. У меня здесь уже наляпано уже начинается. Ну, наляпано, так работай теперь с этим. Смотри, что делаю я. Цельность пятна. У тебя слишком рябое было пятно. Смотри, я его сейчас сделаю некоторым цельным. Помнишь, как я здесь его тоже довольно цельным сделаю? А рябость вся здесь. А здесь она тихая. Вот эти мазочки там и розовый, не только желтый. И характер у них другой. Вот этот характер. вот этот. Плюс некоторая геометричность этих звуков. Это, вероятно, проявление в архитектуре. Поэтому есть некоторая геометричность. Не просто чирк по холсту, а он подразумевает вот это движение архитектуры в ту сторону. Проверь, если там это, по-моему, есть. Не, она в ту сторону. Геометричность, смотри, дала эффект архитектуре. Правда? Угу. Да. Это в перспективу уходит, это ровно. Плюс там какие-то какие-то такие-то. Возможно, там люди сидят. То есть чередуем и вот такое. И раздавленное, подштрихованное. Хорошо? Ну, сюда еще краски. То есть не просто бомбим. Вот когда ты этот свет кидала, ты что конкретно рисовала? Ну вот сюда светлее становится. Там это вот это пятно горизонтальное. А это же не горизонтальное пятно. Что оно подразумевало? Вот это? Ну да. Оно такое светлое, оно белое? По соседству белое, но это же не белое. Значит, быть точнее. Хорошо? Угу. Сейчас. Ну и так уже с ухода крыши. Ну, типа того. Вот здесь я еще сделаю крыши диагонально. Ну, ярко. Ну, такая пломба и нет этой легкости исполнения. Начала копошиться там. Вот. при каждом удобном случае демонстрируем легкость исполнения. Легкость. Так, как будто бы нам это легко досталось. и для для этого мы находим места. То есть, не просто любой ценой, мы находим места, где это можно сделать. Ведь попробуй здесь легкость показать, да, когда там довольно точные проявления рисунка отличаются. Но здесь ничего сверхточного от нас не требуется. поэтому по возможности проявляем эту легкость. Вот этот слоеный пирог показать. Слоеный пирог. Смотри, одно заслонило другое, одно заслонило другое. Что оно? Вот именно здесь должно мельтешить. Ага. Вот хорошо, что оно в некоторых местах мельтешит. Причем самое напряженное для мельтешны место это вот это. Вот этот страхолюд, который сделан робкой рукой множеством вот таких чирков, должен быть заменен на что-то легкое. Сделанное как бы с одного движения. Ладно? Ну, надо. Он тонкий, просто я не представляю, как вот эти вот эти. Причем тут эти? Ты же здесь 300 раз вот так макнула. Я вот про это говорю, что избавить картину от собственного несчастности, от своей еще избавить ее от этого. Чтобы казалось, что, боже, как легко пишет художник. А это очень хорошая привычка. Она потом пригодится во стольких местах. живопись современная, она не нуждается просто вырисовыванием. Ну, понятно, что если ты можешь как Поленов, то можно так. Но если ты как Поленов явно не дотянешь и через сто лет, то лучше сойти вот на такую, на такой способ работать. Чтобы художник, чтобы и художник, коллеги, по цеху. Это же главная цензура. И зрители, чтобы они все смотрели и думали, ну, смотри, как легко собака пишет. А мы тут утруждаемся. Вот эта легкость, она с ног сшибает. Ладно? Будем сшивать. Молодец. Хорошо. тонально. Желательно быть поточнее. Есть там вообще идею перспективы очень хорошо выдают. Ступени ухода. Посмотри, сейчас я тебе открою глаза на картину. вот фонарь один. Вот фонарь другой. Вот фонарь третий. Вот фонарь четвертый. И аж чуть ли не фонарь третий. Ой, пятый. Смотри, от них появилась идея ухода в перспективу. и пока ее не было было непонятно что такое. То чернеет, то белее. Напряженность краски лучше всего создать в центре композиции не в таких местах вот это вот устраивать, напряженность устраивать, а в центре. А там по возможности чтобы краски было мало и краска была ненапряженная. А сюда к центре начинается напрягаться. Ты понимаешь? Тогда мы создаем все волнение здесь. Так, лежи. Значит, дорожку. Покажем, что мы умеем не только мастихином пользоваться. Так, коричневый вот здесь, да? Да. Вот этот. Вот этот. Да. Рябенький характер, ворожистый характер укладки насадим сюда. Поставим на ребрышко. Краски не боишься, но есть перебор этого небоязни этой. Немножко себя немножко себя останавливает перебор. То есть создадим вот этот вихарек с желтотой создадим разбеленный. Есть там такое, да? Разбелый вот эти. Создашь, создашь. И потом уже в это состояние, ну там усилишь раздел желтого, да, возьмешь мастихинчиком и подсунешь вот эти звучки. вдали мелкие, вблизи покрупнее. Подсунешь, подсунешь и толкнешь. Ладно? Да, ладно. Давай, давай. Расплывается. Расплывается как-то вот, а у меня этого не получилось. Вот как он берет и расплывается вот. Так. Причем он сознательно делает нукный характер вот этому пятно. А сходим так вот еще разоконим. Ну естественно людей у нас кидает. Я даже не стала начинать без вас. Сейчас все нарезается. мы видим, что это пятна. Да. Даем как бы такой набор вертикальных иероглифов, которые начинаем потом дополнять. Туканечка там, по-моему, в тюрьме. Мешок с точечкой наверху равно голова, да? равно человеку. Да, да. хорошо. Да ладно, что это? Ну сейчас я сейчас сделаю. А вот это довольно четко прорисовано. Можешь потом кисть взять и чуть-чуть вот эту парочку а вот она вообще ну вот это довольно четко ты видишь она? Мне кажется вот красная девушка не знаю, то что фигурку здесь стоит положить это да. Просто она да, но она как-то более четко идет. Не более четко, но с кем-то взяли. как часть дерева. Вот смотри какая скажет есть такое? У нас получилось. В общем такая англичан-англичан учит молодежь ну это не значит что можно так оставить можешь покрутить там все что хочешь. Понятно, что ты еще кроме людей не знаешь? Вот здесь вот сзади какой-то шафанчик есть. Смотри там не такое рябое пятно как ты его нарисовала. Достаточно цельный свет вот этот. Вот этот подиум все-таки сохраняется. вот это не вот это более плашмя более плашмя плашмя ты вот так да 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 ага Теневая более цельная. Уже очень все рябует. Смотрите. Плюс белый, допустим, даже. И вполне выразилась теневая и световая. Плюс какой-то ехидный мазок. Просто разбивающий опрятность. Вот эта белизна не произошла. А какая она хорошая. Смотрите. Смотрите, как она уходит в перспективу. Примада. Очень четкая. Можно здесь спорчивать? Сделаю. Что? Если я здесь сделаю более рябовый, я испорчу? Нет, нет. Грибовый надо сделать. Итак. Одно заслонило другое. Вот эти торчалки, рассказывающие, что это не колб, а это уходящая в перспективу. Более цельные, плашмя укладки. Вот как и здесь ты всюду используешь ковыряние мастихином. А нужно перейти, в том числе, на укладки. Иногда и ковыряем, но в основном укладываем. Напряжение краски к центру композиции. Вот здесь не хватает пустоты пятна. Вот когда не все так порисовано, это очень хорошо выглядит. Когда напряженное сочетается с ненапряженным. Давай. Там все-таки каскад. Причем каскад уходящий туда, смотри. Струей такой. Струей уходящий. Согласна? Ну да. То есть, вот это надо спустить туда. Ну только добавим сюда белизны. То есть туда, смотри. Вот это вот всегда уходит в перспективу. Вот так. Вот так. Вот так. И прямо аж туда усиливаем щель.